Сравнение возможностей 1S ERP и 1S управления холдингом Различные классы систем Давайте по функциональности пройдемся, чтобы понимать в чем у них разница ERP и управления холдингом позволяют вести рекламентированный учет в соответствии со всеми российскими стандартами Но при этом процесс введения бухгалтерского учета ERP и управления холдингом сильно различается Управление холдингом под системой бухгалтерского учета это не что иное, как бухгалтерия предприятия, 1S бухгалтерии предприятия Данная система по праву считается наилучшей системой для бухгалтерского учета Именно для бухгалтерского учета, который есть на российском рынке Именно она в управлении холдингом В ERP система предназначена не для бухгалтеров, не для финансистов, а только для производственников Основной потребитель это производство И бухгалтерия уже не царица бизнес-процессов, а просто обслуживающий персонал данной системы Поэтому если сравнивать отзывы именно бухгалтерии, работников бухгалтерии То конечно на управлении холдингом большинство плюсов в удобстве работы Но при этом если мы посмотрим на блок производства То видим, что управление холдингом абсолютно не предназначено для данных целей Такой функциональности просто нет Управление холдингом То же самое касается блока управления продажами Холдинг не для этого создан В ERP гораздо больше возможностей Закупки склад Если мы говорим про управление запасами, управление складом То здесь однозначно на стороне ERP Но если мы с вами говорим про централизованное управление закупками Это холдинг Что здесь имеется в виду? Это проведение закупочных процедур Со всеми вытекающими Причем есть возможность Опять же это по потребностям заказчика Заводить договора только на основании закупочных процедур У нас был клиент, где требование было, что если договор свыше 100 тысяч То он может быть заключен только на основании протокола выбора победителя И никак иначе Мы только через настройки без различных доработок смогли это реализовать То есть холдинг это позволяет вполне Также в управлении холдингом есть целая подсистема по аккредитации По интеграции с торговыми площадками То есть управление закупочными процедурами в холдинге В ERP такого нет Управление складами и запасами Это пожалуйста к ERP В холдинге нет То есть мы видим, что совершенно для разных целей Одна и другая система подназначена Управление финансовым Конечно, здесь на стороне управления холдингом все Потому что именно для этого и создавалась сама система Бюджетирование намного шире представлено в холдинге То же самое казначейство Если вы хотите централизованное казначейство Настроить какие-нибудь кэшпулинги То это только холдинг Также в казначействе есть Управление холдингом Есть возможность создания заявок на оплату На основании графиков платежей Которые к адекватам прикладываются Причем есть возможность обновления этих графиков платежей Пересчет процентов Если мы говорим про какие-то финансовые адекваты На основании фактически сделанных Оплаты или поступлений Все это в холдинге есть, в ERP нет В управлении холдингом есть целый блок по учету инвестиционных проектов С возможностью расчета как плановых показателей, так и фактических План-фактный анализ Рассчитывается TPP, NPV, различные показатели, которые в инвестиционных проектах рассчитываются Диаграммы Ганта строятся Есть возможность Такой довольно обширный функционал по инвестиционным проектам Также в управлении холдингом имеется целый блок по внутрикрупповым операциям По сверке Есть рабочее место В ERP, конечно, этого нет Потому что система предназначена для другого И в ERP нет возможности формирования консолидированной отчетности Санализ в соответствии с балансированной системой показателей Есть в одной и другой системе Но в управлении холдингом она более широко представлена Лучше сделана Как я уже говорила, что в управлении холдингом есть управление договорами Процессы согласования договоров есть Множество функций в управлении холдингом есть В ERP очень ограниченные возможности работы с договорами Более того, в холдинге есть возможность согласования документов Не только договоров, но и различных других Какие нам необходимы Например, заявка на оплату, например Да даже документы поступления товаров и услуг По большому счету мы точно так же можем подключить к системе согласования И согласовывать управление холдингом Но при этом ни в одной, ни в другой системе Нет возможности согласовывать какие-нибудь внутренние распорядительные документы Этого нет Если у вас несколько информационных систем Или просто вы хотите навести порядок в своем бизнес-процессе По управлению справочниками Чтобы мы были ответственны И был именно порядок Именно процесс по управлению справочниками Или набором справочников То это к холдингу в ERP К сожалению, такого нет Ну, совершенно недавно Не так давно Компания 1С Объединила две системы Управление холдингом и управление ERP Соединила здесь все самое лучшее, что есть в одной и в другой системах И у нас уже есть одно внедренное решение Наша команда совместно с командой Аэроэкспресса Внедрила ERP управление холдингом Хотелось бы немножко рассказать про данный опыт Что же было там реализовано Наверное, надо сказать несколько слов о самом заказчике О компании Аэроэкспресс Аэроэкспресс осуществляет железнодорожные пассажирские перевозки Между столицей России и аэропортами Московского авиационного узла Это Внуково, Номодедово, Шереметьево Сама компания основана в 2005 году И является важнейшей частью современной транспортной системы Московского региона И в условиях загрузки основных магистралей Компания представляет очень удобный и самое главное Точный по времени способ добраться из центра Москвы до аэропорта Миссия компания очень такая серьезная Для обычных граждан, скажем так И для понимания объемов этих перевозок Скажу статистику, что в 2019 году Услугами компании воспользовалось более 12 миллионов человек А с момента основания компании было перевезено более 142 миллионов пассажиров При этом обслуживание подвижного состава, его ремонт осуществляется собственными силами компании Что довольно серьезно И вот этому крупнейшему предприятию нашей страны Была необходима новая современная информационная система В которой в дополнение к классическим возможностям ERP-систем Можно было бы использовать корпоративные функции в едином контуре автоматизации Финансовая отчетность по группе Корпоративное бюджетирование Сбалансированная система показателей бизнес-анализ Управление активами Централизованное казначейство Управление корпоративными закупками В том числе по 223 ФЗ После консультации со специалистами было принято решение О приобретении комплекса интегрированных типовых решений 1С-консолидации И внедрение прикладного решения ERP-управления холдингом Что, собственно говоря, и было сделано И теперь функционал внедренной системы ERP-управления холдингом Позволяет компании в одной системе закрывать потребности Как производственного блока В данном случае это ремонты Так и оперативного Проведение закупочных процедур Договорной блок Казначейства Рекламентированный учет Таким образом Больше нет необходимости Покупать несколько программ И настраивать миграцию Самое главное Поддерживать эту миграцию В течение жизненного цикла Системы В части закупочных процедур Совершенно немного доработав Документ-план закупок В ERP-экспрессе Удалось организовать Самостоятельное планирование потребностей Подразделениями компаний С контролем лимитов По бюджету закупок Да, в управлении холдингом Есть три бюджета Бюджет доходов и расходов Бюджет движения денежных средств И бюджет закупок Данные потребности Консолидируются в строках Плана закупок По которым формируется Годовой план закупок А также дальнейшее проведение Закупочных процедур Также была настроена Интеграция с САПом Откуда закачали цены Ценники И теперь в планах закупок На позиции Проставляются цены Автоматически Такой прайс-лист есть Это значительно экономит Время сотрудников Заказчика Договорной блок Как я уже говорила Представлен как в управлении холдингом Да, есть возможность Создавать договоры По итогам закупочных процедур А также самостоятельно Поддерживается Введение финансовых договоров Договоров лизинга И так далее Отдельно хотелось бы Отметить возможность Согласования документов В данной системе Основная часть документов Подключена к процессам согласования А настройка маршрутов Представляет собой Очень гибкую подсистему Функциональность которой Полностью покрыла Потребности Аэроэкспресса И здесь не было сделано Ни единой доработки Настроены простые маршруты Линейные А также сложные Смешанные маршруты Согласования С большим количеством условий Так Если у вас возникает вопрос Что же приобрести Управление холдингом ERP Если вы производственная компания То Я бы вам рекомендовала Буквать вот этот новый продукт ERP Управление холдингом Потому что Разница в лицензиях Она конечно есть Существенная Но В сравнении Со стоимостью Перевнедрения Или довнедрения Разница колоссальная Согласитесь Да Если вы Сейчас не пользуетесь Каким-то функционалом Но вы понимаете Что в дальнейшем Вам это потребуется То конечно Приобретайте То что Имеет больше возможностей По сравнению С тем что Имеет меньше возможностей Коллеги На этом все Спасибо за внимание Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok